Я приехал в Израиль 25 лет назад и начал карьеру в хай-теке. Это все происходило на моих глазах и с моим участием. Молодые ребята с нуля подняли целую индустрию. Я горд тем, что наша страна за короткое время стала сверхдержавой в науке и информационных технологиях. Дух свободы, предпринимательства и еврейские мозги – вот что сделала у нас Стартап Нейшн, страной стартапов. Успех хай-теке может стать примером и для других отраслей. Только сильная партия, выступающая за свободный рынок, может обеспечить необходимые реформы. Я голосую за большой ликут и за Биби Нитаниягу. Как Олекс, я меомин в колокола хупшит. Что значит меомин? Я улучшил эту меопеху о колокола хупшит в Израиль. Мы создадим эй-тек, мы создадим людей, мы создадим хай-тек, мы создадим голодению. Это мы создадим, и мы, как мы создадим, и наша экономия, наша новая мала. И даже когда я получивалась рейтестер и восстанции, и заинтересовалась к рейтестерам. А мы с кем-центрами трех во время экономики. Нам нужно продолжать продолжать ликутеринку в теклянке хупшит, которая я и мурины. в 17 марте, для манглах хорошее, мцебьевым махал. Любой судья с удовольствием заставит полицию Израиля заплатить вам 500 тысяч шекелей. Правда это или нет, мы узнаем у известного израильского адвоката и нотариуса Алекса Шмерлинга. Иерусалимский мировой суд вынес вчера совершенно уникальное решение, беспрецедентное, я бы сказал, в соответствии с которым Иуде Глику, известный борец за права еврейского народа, будет выплачена компенсация в размере 500 тысяч шекелей и плюс к этому еще будет выплачено судебное издержание в размере 150 тысяч шекелей. О чем собственно говоря идет речь. Имя Иуды Глика стало особенно известным в последние месяцы после того, как на него было совершено покушение и не где-нибудь, а на Храмовой горе. Иуда Глик это общественный деятель, который уже на протяжении, можно его назвать, еврейским религиозным националистом, принадлежащий к правому национально-религиозному лагерю, который на протяжении уже многих лет борется за право еврейского населения, еврейских религиозных деятелей и просто верующих людей, совершать богослужения и отправлять религиозные обряды на Храмовой горе. На Храмовой горе обряды совершать евреям на сегодняшний день запрещают из двух соображений. Во-первых, есть достаточно большая группа, большое течение, значительная часть религиозных деятелей полагает, что этого нельзя делать из различного рода теологических соображений, соображений религиозного характера, галахического порядка. А также власти препятствуют отправлению религиозных обрядов еврейских на самой Храмовой горе, поскольку эта часть Храмовой горы, верхняя часть, находится в полном владении мусульман, так называемое учреждение, которое называется УАКФ, где находятся два самых главных мусульманских храма в стране. И поэтому отправление там религиозных обрядов евреями может быть расценено как провокация и повредит с собой серьезные беспорядки. Вот таким вот образом до сегодняшнего дня верующим евреям запрещается отправлять какие бы то ни было религиозные обряды, совершать коллективные молитвы и даже индивидуальные молитвы на территории Храмовой горы. Более того, поскольку среди представителей национально-религиозного лагеря немало людей, со стороны которых власти опасаются провокации, то некоторым из них даже на протяжении длительного времени запрещалось в принципе заходить на Храмовую гору. Иуда Глик один из тех активистов религиозного лагеря, который отстаивает право евреев не только подниматься на Храмовую гору в любое время, но и совершать там, так сказать, богослужения и отправлять другие религиозные обычаи и церемонии, обряды и церемонии. В связи с этим на протяжении многих лет возможность Иуды Глика, а также его товарищей подниматься на Храмовую гору ограничивалась. И в частности в течение всего периода, кстати сказать, по сей день на протяжении 2011 года Иуде Глику было запрещено подниматься на Храмовую гору вообще, и полиция препятствовала его доступу туда. В этой связи Иуда Глик предъявил гражданский иск против государства Израиль, в том числе против управления полиции, требуя компенсации в размере 10 миллионов шекелей за вот это вот ограничение его свободы передвижения в рамках, казалось бы, территории, которая подпадает в ход израильский суверенитет. И вот вчера мировой суд города Иерусалима вынес решение по этому поводу и присудил Иуде Глику компенсацию в размере 500 тысяч шекелей, а также 150 тысяч шекелей судебных издержек в пользу Иуды Глика, обязав управление полицией государственную казну заплатить ему эти деньги. Случай, безусловно, совершенно беспрецедентный, поскольку прямого нарушения закона со стороны полиции в самом наложении подобного запрета нет, полиция на самом деле действовала в рамках полномочий, которые, на первый взгляд, как минимум, есть у нее в соответствии с законом. Я не буду сейчас пересказывать все решение суда. Правоведы, которые сегодня достаточно внимательно это решение уже начали изучать, я думаю, что поэтому многие, во всяком случае, мои коллеги сходятся в мысли о том, что это решение суда не ждет долгая жизнь и с очень большой степенью вероятности оно будет отменено или как минимум изменено в казационной инстанции. И у подобного рода прогнозов, на мой взгляд, есть очень серьезные основания. Ну, во-первых, почему, прежде всего, подобного рода, такой прогноз основывается на личности судьи, который вынесло это решение, а что думает эта судья, мы имеем возможность узнать, так сказать, сравнивая, рассматривая ее приговоры. Дело в том, что речь идет о судье, который зовут Малька Авив. Это достаточно скандальная личность на израильском судебном горизонте. Малька Авив совсем недавно, два года тому назад, вынесла решение по другому делу, в котором главным фигурантом был тот же самый Иуда Глик. Иуда Глик дважды задерживался возле входа на проход, который ведет в Храмовую гору, в связи с тем, что он фотографировал действия полиции, которая с его точки зрения дискриминировала религиозных евреев и не позволяла им проходить на Храмовую гору. В результате полиция дважды его задерживала, оба раза на несколько часов. Так вот, Иуда Глик по поводу такого незаконного задержания предъявилась к обозмещению ущерба. В 2013 году судья Малька Авив вынесла решение, в соответствии с которым полиция должна была выплатить Иуде Глику 27 тысяч шекелей, что, в общем, немалая сумма, принимая во внимание, что речь идет о задержании на непродолжительный срок. Естественно, полиция обжаловала это решение в окружной суд. Окружной суд принял апелляцию полиции и снизил размер компенсации ровно в 10 раз, до 2700 шекелей. Дело в конечном итоге дошло до Верховного суда, и удивительное совпадение. Буквально 2-3 дня тому назад Верховный суд вынес, наконец, свой вердикт по этому поводу и установил размер компенсации Иуде Глику за те самые два незаконных задержания в размере 7500 шекелей. Таким образом, отношение окружного суда к решениям, которые выносит судья Марковин, мы видим они на лицо, а есть все основания полагать, что и решение суда о компенсации полмиллиона шекелей. Спасибо. С вами был адвокат и нотариус Алекс Мерлин и я, злой киргизм канала ИТОН-ТВ, Александр Ронтин. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум.